всем привет рад всех видеть на третьем разборе проверочных работ за третий класс по программе верещагины и об этом в этой проверочной работе мы с вами вспомним проверим и убедимся что мы знаем как строятся вопросы в прошедшем времени в past simple также у нас будут вопросы по present simple в том числе у нас тут несколько вопросов где проверяют знают знаем ли мы с вами существительные у которых множественное число образовывается не по правилам и неисчисляемое существительное что это такое и какие слова с ними вместе используются всем привет я джом антон юрьевич ваш вдохновитель и мотиватор на изучение английского языка да я репетитор но если вы ищете репетитора по английском языку возможно он вам и не нужен поэтому я вас приглашаю на диагностику бесплатную свою диагностику на которой я вам расскажу о том как можно изучать английский язык без помощи репетитора подскажу ваши подсвечу вам ваши сильные стороны и на что стоит обратить внимание и я буду рад новым ученикам но я в том числе буду просто рад с вами поделиться своими знаниями и вдохновить вас на изучение английского языка чтобы это открыло новые возможности и горизонты в вашей жизни но мы приступаем первое предложение это как раз тот самый вопрос к подлежащему который начинается со слова ху и мы здесь должны понимать что вопросы к подлежащему там где у нас есть слова ху они строятся так как если бы это было утвердительное предложение то есть нам здесь не нужен никакой вспомогательный глагол не беда не да ху и вес вес если дэй мы настолько привыкли что вопросах у нас помогают дидас ду но это особенные вопросы вопросы к подлежащему мы просто например отвечая на данный вопрос мы убираем слово ху и вместо него ставим ставим того о ком мы хотим сказать ну например там she at the sweet и все то есть вопрос к подлежащему они особенные они простые да гораздо проще но они многих бывает путают по привычке ставят туда вспомогательный глагол они нам не нужны поэтому выделяем первый вариант хуэт в свит съезды кто съел конфеты вчера а их ангри ангри это у нас голодные то есть я какой когда мы хотим сказать что кто-то каким-то является то нам помогает глагол тубе то есть у нас здесь нету никакого действия нету никакого глагола в плане вот но именно действия до хангри голодный какой поэтому в таких предложениях нам помогает глагол тубе то есть если нету действия значит скорее всего там будет глагол тубе ай эм нот хангри вот и уед по браку вот и угол тубе ну вообще ни при чем туда нас хотят спросить что вы ели на завтрак там глагол тубе да еще и в праздник не был вообще тут ни при чем но вариант be похож на правду сейчас проверим и 3 what have you нет 3 вариант нам не подходит никак вот did you eat for breakfast просто в прошлом прошедшем времени что вы ели на завтрак помогает нам ну по сути здесь методом исключения остальные ну совершенно ни при чем тут варианты совершенно нам не подходит поэтому тут было бы странно в чем-то сомневаться в ага и вот они наши ловушки с существительными которых у которых множественное число не по правилам мы во первых сразу видим что здесь у нас стоит буква с а мы помним что это у нас признак во первых настоящего времени а второе вспоминаем поговорку и тхиши и спеши раз мы здесь с написали значит у нас речь идет идет про него или про нее но в данном случае у нас тут только мужчина фигурирует то есть один мужчина какой-то живет в том доме единственное число man у нас пишется через букву a man множественное число это множественное число оно нам тут не нужно если вдруг у вас возникли сомнения когда мы пишем man когда мы пишем man то есть когда и когда и то я предлагаю свою ассоциацию но буква a в алфавите у нас на первом месте мы все об этом помним a b c d то есть она первая в алфавите первая значит вот и буква a в слове man означает одного мужчину до одного человека кстати тоже можно переводить слово man как человек the man lives in that house how fruit have we got так и это у нас на знание не исчисляемых и исчисляемых существительных при этом здесь слово fruit оно хитрое слово мы в русском языке воспринимаем его как вполне себе исчисляемое существительное но в английском языке надо запомнить что она у нас является не исчисляемом с не исчисляемыми мы используем слово match match как много фруктов у нас есть how much fruit have we got how much fruit have we got many только с исчисляемыми то есть если бы там было слово apple вместо fruit то мы бы сказали many да но это не наш вариант ну а how old мы и вовсе используем для того чтобы спрашивать о том сколько кому лет she has got a lot of a lot of да наше такое многими любимое выражение которое означает много и казалось бы она у нас универсальны она может заменять и слова many и слова match но мы его используем только в утвердительных предложениях давайте посмотрим что у нас тут дальше she has got a lot of банана не можем так сказать потому что тогда бананы должны у нас стоять тут во множественном числе и лора в банана был бы правильный вариант собственно то же самое у нас и со вторым словом sweet было бы написано с на конце ну да подошло бы а вот слово джем несмотря на то что она у нас является с вами не исчисляемым но мы и лотов можем использовать и с не исчисляемыми поэтому его смело и выделяем she has got a lot of jam у нее много джема ну или как варенье мы иногда переводим is he from но это наша вообще классика жанра с первого класса мы такие предложения учим where is he from откуда он но остальные когда почему конечно не подходит where is he from откуда did you bring many ты принес много и судя по словам many дальше мы должны понимать что должно быть во первых у нас исчисляемое существительное а вторых во вторых но оно должно стоять во множественном числе на много конфет в данном случае у нас будет many sweet то есть просто слова sweet нельзя потому что она у нас в единственном числе то есть много конфета будет звучать странно these are ends это онины именно это онины да то есть множественное число как я понял да потому что здесь у нас из а то есть мы показываем рукой например и говорим что это ну и дальше называем какие-то предметы поэтому вариант эй вариант си нам не подходит это слова которые написаны в единственном числе а нам надо во множественном это онины ботинки это ботинки онины туфли они дизар эндз шуз дую бра дую бай бред смотрим сразу на слово бред понимаем что она у нас неисчисляемая и у нас вопрос это важно потому что слово элот на у нас не может стоять в вопросе мы его не используем вопроса кстати они тут нам еще и подсказку сделали они не написали of я бы на их месте так сделал бы тогда бы хоть немножко нас бы в заблуждении вели а то еще и of не написали поэтому здесь do you buy much bread вы покупаете много хлеба матч у нас не исчисляем если вдруг вы засомневались что брэда у нас является неисчисляемым но напомню что в штуках он у нас не считается хлеб считается в батонах в кусках в булках не знаю там но сам хлеб в штуках не считает задайте вопрос дайте ответ значит что здесь рассмотрим инга в окончании значит должен быть глагол to be то есть это у нас present continuous present continuous действие происходит прямо на наших глазах прямо в данный момент так и шим мэкин джем со словом шим в настоящем времени мы используем в present continuous мы используем из и шим мэкин джем но если бы кстати на этом этапе мы знали что такое past continuous мы бы конечно могли бы его в какой-то ситуации применить но тут такой момент тоже который стоит учитывать логику чтобы понять всех вот подобных проверочных работ если у вас вы понимаете что автор не совсем правильно может быть сделал задание такое бывает и нам могут подходить разные времена то если нет указателя на какой-то конкретным например прошедшее время или будущее время вот если нет указателей сигнальных слов на эти времена то мы используем present время present да мы потом можем пытаться доказать что так тоже правильно но например там правильно сказать вашим мэкин джем и рассказывать о том где такое могло произойти но в большинстве случаев авторы подразумевают что нет указателя никаких ни на какие времена то используем настоящее время есть и здесь у нас уже ответ поэтому порядок слов у нас уже наоборот есть и из следующем every day о чем это говорит что действие происходит every summer точнее здесь у нас действие происходит каждое лето регулярно на регулярной основе и это у нас вопрос вопросе нам когда есть действие помогает ду или даст в настоящем ли мы решили что это present simple поэтому вопросах нам помогает ду или даст в нашем случае даст адаст помог нам построить вопрос он же и поможет дать краткий ответ ешь и даст дальше make match джем лас сама нет не даст здесь у нас лас сама сигнальное слово last сама в прошлом летом и это нам говорит о том что это прошедшее время а в прошедшем времени вопросы нам помогает строить бед напоминаю что в настоящем времени нам надо думать еще там ду или даст прошедшем времени деды на все случаи жизни есть бит помог построить вопрос он же и поможет дать нам краткий ответ и ешь и дыр матч джем а на первый взгляд даже она немножко сбивает два раза слова в р смотрите здесь у нас конструкции дорезы дыра но вопрос на вопрос значит у нас из идет в начало как я догадался ну да мы увидели слова дэр в начале то есть это в принципе нас на должно натолкнуть на мышь что эта конструкция дэр из только в вопросе и дальше нам надо понять из поставить либо а другого варианта у нас нету есть только конструкция дорезы дыра из дэр матч джем слова джем у нас является неисчисляемым а это значит что с ним мы используем глагол to be is а конструкции дэр из у нас в вопросе она же у нас будет и в ответе ес дэр из увидели год в следующем предложении тоже это для нас как маячок что здесь хотят спросить если у кого-то что-то у и год матч чем со словом we мы используем и напомню что частичка год у нас может быть только в настоящем времени все вот слово have в прошедшем в будущем в других временах не используется с частичкой год это у нас только про настоящее время а есть у и как сильный глагол он у нас был вопросе в начале и в ответе в кратком он у нас тоже остается так и здесь нам уже только краткий ответ отлично хуискейте ага здесь сейчас будут хитрости смотрите это все вопросы которые здесь перечислены это вопросы к подлежащему то есть мы спрашиваем кто чего-то там делает или делал или делает постоянно везде у нас есть слова ху а вот ответ мы должны строить исходя из того про кого мы говорим и не зацикливаться не не смотреть прям уж на тот вопрос который нам задали то есть в первом случае все окей хуискейтен джилл из далее мы краткий ответ хуискейтс дэр кто катается на коньках там тоже регулярное действие мы также ответим джилл да а тут у нас даст а потому что ну здесь действие да хоть у нас его и не было вопросе но в такой ситуации в ответе именно в кратком ответе мы глагол основной заменяем на слово даст да тут такой нюанс это надо запомнить хуискейтед дэр естедей джилл дед кстати упражнение гораздо проще чем я подумал сначала час прокомментирую что я тут ожидал здесь они хотят нам показать что даже несмотря на то что в вопросах у нас нету вспомогательных глаголов потому что это вопросы к подлежащему но в ответе эти вспомогательный глагол у нас появляется вот эта хитрость этого упражнения who went to the park джилл дед хуэнт прошедшее время значит и здесь слова иди до используя хуга устуда парк настоящее время present simple girls и мы отвечаем тоже как в present simple а я изначально подумал что они хотят здесь нас будут нас здесь проверять на следующий но например возьмем вот это вот предложение 5 хуга устуда парк вот если бы у нас в ответе было не только джилл но еще там джилл энд том если бы вот такой был ответ то тогда бы мы сказали ду или например такая же ситуация по первому предложению а если бы у нас речи в ответе шла про джилл и еще кого-нибудь того же тома джилл энд том а мы бы уже тогда сказали вот такие задания в этом сборнике тоже встречаются но просто в этом на этом этапе они решили нас немножко пощадить и это все на сегодня напоминаю что я жду вас ваших записи на диагностику переходите по ссылке на мой сайт в описании к этому видео и всем успехов уверен что любую проверку вы теперь пройдете see you good bye